Я приветствую дорогих братьев-служителей, я приветствую преподавателей воскресной школы и всех, кого Господь расположил в сердце, быть на этом месте, и за то, что Господь посылает благоприятное время, дает нам благоприятную возможность в Его присутствии, где звучит Его божественное слово, иметь общение. Я хотел бы вместе с вами сказать слава нашему Господу. На этом месте Господь для нас с вами хочет сказать важную, необходимую, актуальную тему, которая выражена в словах «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял, приняла в Господе». Дорогие друзья, братья и сестры, Я хотел бы обратить наше внимание не на все слова данного стиха. Слова «Смотри», чтобы тебе исполнить. Слово «Смотри», я посмотрел, в словаре Ожогова имеет десять значений, но в данном случае, я бы сказал, применяется это слово, как напоминание и предупреждение. «Смотри, чтобы тебе исполнить то служение, которое ты принял, епископ, пресвитер, дьякон, левиты поющие или преподаватели воскресной школы». Дорогие братья и сестры, надо сказать, что если смотреть в контексте Библии, то Бог всегда напоминал и предупреждал тех, кому поручал. Когда мы читаем книгу «Исход», то некогда Господь, обращая внимание, посылая на труд Моисея, сказал такие слова. «Которые мы видим на страницах Священного Писания». Господь посылал Моисея для того, чтобы он исполнил то повеление, которое Господь ему даровал. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Мы видим, что Бог посылает и говорит, ты смотри, исполни. В этом стихе мы видим, что Бог говорит, предупреждает потому, что для исполнения необходимо верность Богу. Я думаю, что на пути исполнения ты встретишь возражения, ты встретишь преграды, тебе будет нелегко. Но я не думаю, что для всякого труженика легко исполнить. Но Бог сегодня предупреждает каждого из нас и говорит, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял. Мы понимаем, что на этом месте находятся те, которым Бог, как читаем именно в книге Евангелия от Матвея, каждому вручил определенный талант. Вы это место Священного Писания знаете, я не буду его прочитывать. И не все внимательно смотрели, не все восприняли так, как должно воспринять один, который получил десять, принес еще десять, пять, еще пять. И тот, который получил один, вы помните, он закопал, но мотивом у него было Господи, ну там в данном случае Господин, а для нас, да Бог всемогущий, Бог сам все может. Там он выражает слова. Ты сеешь, день рассыпал, собираешь. Я в этом вижу и хочу сказать, что не все достаточно понимают, что Бог хочет действовать через нас. Для того, чтобы исполнить то поручение, которое Господь поручает нам, необходимо в нашей жизни, в нашем служении обратить внимание, и я напомню место Священного Писания, которое говорит о том, что Бог всегда предупреждал, но не все исполняли. И вы знаете почему? Когда мы обращаем на это внимание, то Господь говорит в Езекелии «Такие слова». В сороковой главе я прочитаю четвертый стих. «И сказал мне этот муж, сын человеческий, смотри глазами твоими, слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для этого приведен сюда, чтобы я показал тебе все, что увидишь, возвести дому Израилеву». Эти слова можно было бы перефразировать. Бог говорит, «Вы собраны на этом месте, сыны и дочери, все то, что здесь будет говориться, если вы хотите исполнить поручение, должны выслушать не только ушами, а принять сердце. И если мы только примем ушами, то все то, что здесь будет, останется на этом месте. И это очень важно, поэтому Бог предупреждал всегда, смотри. Ведь именно мы видим, дорогие друзья, что именно те, которые не приняли сердце, они хорошо знали. Даже мы можем посмотреть на Адама и Еву. Можно посмотреть на многих других. На Каина. Бог именно говорит, «От древа познания добра и зла не вкушать». Они прекрасно слышали и понимали. Но воспринять это сердце для себя как ценность, как необходимость, они не могли. А вот то, что дьявол показал и предложил, Ева восприняла сердце. Это понравилось. Это приятно, вожделенно. О, да и буду иметь знание. Поэтому Бог сегодня обращается и говорит, «Смотри и слушай, прими сердце». Бог некогда обращался к Каину и говорит, «Смотри, грех лежит у двери сердца, но ты господствуй над ним». Не воспринял. Обида, которая была в сердце, закрыла. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы отнеслись к этому служению на этом месте, которое Господь даровал, для того, чтобы каждая душа могла воспринять сердце. Если именно мы не воспримем сердце, то наше служение будет подолгу, потому что нам поручили, мы согласились. Но для того, чтобы Бог Духом Святым положил в сердца детей или для нас, служителей, членов, важно, чтобы наше служение было от всего сердца, мы видим в Священном Писании, что были люди, были цари, да и народ израильский, который не воспринимал сердце. Можно прочитать некоторые места Священного Писания. Вы помните такого царя, как Аса, о котором написано, что от всего сердца и от всей души исполнял, служил Богу. Но давайте мы прочитаем вторую, эту же вторую паралипоминон, 25 главы, два стиха. 25 лет воцарился Амасия, «И двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоадда в Иерусалиме. И делал он угодно и в очах Господа, но не от полного сердца». это свойственно это свойственно нам с вами. Мы уверовали, мы познали, но именно хотелось бы, чтобы каждая душа, забегая вперед, я хочу сказать, мы будем говорить, что для этого необходимо, и мы будем молиться об этом, чтобы на этом месте Дух Святой даровал не только уразуметь, а именно воспринять сердце. Амасия исполнял то, что Бог ему поручал, но он исполнял половинчато, не от всего сердца. Давайте будем искренне и заглянем в наши сердца и посмотрим на наше служение. Я часто говоря с хористами и некоторым говорю, вы знаете, если бы профессионал послушал, как ты поешь, то он бы сказал, она сама не верит в то, что она говорит, то, что она произносит. Такие бывают и преподаватели, такие бывают и проповедники, которые как по долгу, потому что они не проникли сердцем в ценность служения Богу. Они, или мы, лучше сказать, не позаботились о том, чтобы именно наше служение это была цель жизни, а все то, что встречается было второстепенным, больше всего бывает наоборот. Поэтому Бог на этом месте говорит, все то, что здесь будет сказано, вы слышите ушами и примите сердце. конечно, дорогие братья и сестры, я хотел бы обратить внимание на некоторые стороны этого вопроса, можно бы остановить внимание, почему необходимо это. можно бы обратить внимание, и мы немного остановим, что необходимо для этого. Во-первых, надо сказать, что служение преподавателей, служение для детей, надо видеть это как ценность. Но об этом я не буду говорить, это тема завтрашнего дня. Но для того, чтобы нам с вами воспринять это сердце, я бы сказал, одна из сторон это необходимо, чтобы мы могли в какой-то мере не только любить Господа, но именно и любить детей. Я понимаю, что хорошо любить тех, которые послушны. Мы часто любим тех, которых хорошее поведение, хорошее послушание, но мы недооцениваем того, что их надо любить, потому что это бессмертные души. Я обратил на это внимание и посмотрел на некоторые места священного писания и на некоторые, которые были впереди нас, в данном случае, на Давида. Вы знаете, какой у его был сын Афисалом. Я не буду прочитывать. Вы знаете, сколько он от его скрывался, сколько он за ним за ним, так выразится, бегал, гонялся Афисалом за Давидом, сколько он причинял ему горя в одно прекрасное время. Я обычно и прочитывал это место священного писания. Он босой, семь триста человек, они идут и плачут. Отец от сына. Поведение крайнее. Но вспомните, когда сказали Давиду, что Афисалом умер, как он о нем плакал и скорбел. Казалось бы, некоторые бы сказали, да так тебе и надо, сколько ты мне причинил, а он плакал о нем. Афисалом сын мой, сын мой Афисалом. То есть, это показывает, что он любил его не за то, что он хорошо с ним обращался, не за то, что в его было хорошее поведение, а за то, что он его сын. Я не знаю, какое у вас мнение, как вы видите себя, но я бы сказал, на это нас подчас не хватает, правда? Но Бог на этом месте напоминает вот это свое божественное слово, чтобы мы уразумели это, напоминает это для того, чтобы мы вознуждались и имели это, и были способны. Поэтому и говорит, смотри, чтобы тебе исполнить то служение, которое ты принял. Вы знаете, вторая причина, о которой я хотел бы остановить наше внимание, Слово Божие говорит о том, да мы уже прочитали, и ряд мест священного Писания говорят о том, как в Ветхом, так и в Новом Завете, чтобы мы старались, то есть понимать, что необходимо любить, необходимо именно ценить, но если мы с своей стороны не будем прилагать наши старания, конечно, мы понимаем, что мы живем не по закону Ветхого Завета дел, мы понимаем, что время благодати, когда Бог может брать в орудие и производить свою работу, но Он производит тогда, когда человек своей стороны понимает, вникает, желает, стремится, прилагает старания. И поэтому те, которые, допустим, именно не ведут заботу, ну, можно бы говорить, но я думаю, это будут говорить уже на тему преподавателя, что входит в вопросы старания. Но я хотел бы только в общем сказать, чтобы мы были искренне посмотрели, насколько мы стараемся, насколько именно в нас есть то, что мы слышим и видим из Священного Писания, что Бог советует нам иметь. Апостол Павел говорит о себе, что он именно старался исполнить все и старался в точности. Апостол Павел советовал Тимофею, старайся. Мы должны воспринять это для наших сердец как Слово Божие и апостол Петр в своем послании втором даже говорит, прилагая все старание. Я уже говорил, что для того, чтобы именно приложить старание, важно, чтобы мы понимали ответственность. мы будем понимать и будем на деле ответственны тогда, когда поручение Господа мы будем видеть как ценность, как то, что Бог удостоил нас быть участниками созидания Церкви Христовой на земле, которой Он приготовил славу. И поэтому, если мы не будем видеть для себя это как достоинство, как привилегия, что именно сам Бог избрал, поручил нам это, то мы не сможем полноценно трудиться. Вы знаете, если в этом плане рассматривать насколько это ценил апостол Павел и другие апостолы. Вспомним, кажется, в пятой главе деяния апостолов мы читаем. когда апостолов побили, когда они вышли с темницы, они радовались, что удостоились принять бесчестие за имя Христа. То есть они видели, что принять тяжесть принять ударе, о, это великая честь за Христа. Это нам плохо понятно, особенно если практически. Когда тяжести, когда непонимание встречаем, когда именно может даже, ну, не физические, а камни в наш адрес летят. кто из нас принимает это как достоинство? Они радовались, что за имя Христа удостоились принять это. То есть у их были обстоятельства гораздо сложнее, трудностей гораздо больше. вы знаете, я если судить по мне, то я думаю, может и вы некоторые таковые, это трудно понять нам, потому что в свое время я тоже это не был способен понять. Я немножко отвлекусь, приведу вам один свой жизненный пример. Я кое-где уже рассказывал. когда нас посадили с тюрьмы нас братом Филиппом после суда отправили в лагерь, в зону. Мы были вместе на работу, с работы пришли, там молимся, беседуем. Прошло несколько времени, они видят, что нам хорошо вместе, но на одной из молитв, господь мне через мои уста говорит, радуйся сын мой. Что можно было подумать, находясь заключение, такие слова освободят? Ну, радуйся сын мой. Нас на этап, его в одну сторону, в один лагерь, меня в другой. Я не буду много распространенно об этом рассказывать, но когда меня отправили в другой лагерь, как я потом узнал, там администрация сказала заключенным, как хотите поступайте, только перевоспитайте. Конечно, там меня ну, не ласк, правда, надо сказать то, что физического избиения не было, а просто такое давление моральное, ну, и относительно работы, лишили передачи, лишили свидания, посадили в тюрьму, в тюрьму, в изолятор. И когда прошло некоторое время мне приходит, так было же сказано, радуйся, сын мой, а это что такое? Я в таком шоке, господи, так неужели я сбился с пути? Неужели? Радуйся, сын мой, а такие обстоятельства, я в пасте и молитвы. Господи, а это что? Как понимать? И находясь в молитве, Господь внутренне проговорил эти слова. Радуйся, сын мой, что за имя мое удостоился принять бесчастье. Вся тьма ушла, я возрадовался. Поймите, дорогие друзья, мне, да и вам, хочется встречать попутный ветер. Нам хотелось бы, чтобы именно наши, наш труд поддерживали, а то и похвалили, а то может поблагодарили. Но надо понять, что именно вот этому естеству это свойственно. А в глазах Бога, в глазах Бога ценность это тогда, когда мы ценим Его, ценим служение Ему и готовы во имя Его, во имя того, что ожидает наши бессмертные души приниматься радостью. Вы помните слова, что Бог обращается и говорит, я не буду прочитывать, время очень бежит, удержи глаза твои слез, ибо награда твоя весьма велика. Сестры дорогие, братья дорогие, Бог сегодня хочет сказать, чтобы мы могли воспринять сердце, могли именно все то, что встретится в нашей жизни. Понимать, что это не случайность, что Бог, как я часто говорю в своих церквях Новосибирска, определил для нас не только здесь место, а определил и там наше положение, слава нашему Господу, и хочет, чтобы именно мы оказали эту верность. В этом плане мы можем именно видеть тех, которые были впереди нас. Давайте прочитаем. Еще одно место Священного Писания это с посланием евреям. С 10-й главы я прочитаю два стиха 32-й и 33-й. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находясь в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали и расхищение имени вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, не проходящее. То есть, то, что я говорю, это не сочинение, это слово Божие, которое показывает, что во всех веках история христианства шла и идет таким узким путем. Христос другого не предложил, но они понимали, воспринимая сердце, и когда было расхищение имений, они принялись радостью, и на этом мы, наверное, не способны. Но, дорогие братья и сестры, мы счастливы в том, что мы не способны без Господа, но с Богом апостол Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому Бог послал на землю Дух Святой для того, чтобы мы в нем нуждались, и Он сделал нас способными исполнять это служение именно в таком плане, в каком освящает Библия. Конечно, нельзя не остановить внимание на то, что нам с вами неси эту благую весть пришлось в последнее время, а это время мы читаем тяжелое время, Можете прочитать где апостол Павел пишет Тимофею и говорит, какие будут люди последнего времени, а следовательно, дети от них будут с такими, ну я выражусь, генами, и поэтому все это придется встретиться, или мы уже встречаемся с вами, а Бог на этом месте хочет нам сказать, а ты при всех обстоятельствах смотри, чтобы исполнить служение, которое ты приняла и ты принял. Дорогие друзья, я прочитал уже евреям, что они расхищение имения приняли с радостью. Мы на этом месте, и как я сказал, Бог присутствует Духом Святым, и Он хочет сделать нас способными исполнить вот это божественное слово. Поэтому давайте мы с вами в данный час, слушая Его совет, Его предупреждение, скажем, Господи, мы сознаем, что мы без Тебя не способны. Но мы искренно нуждаемся, чтобы Дух Твой Святый наполнил наши сердца и даровал такую способность. Склоним колени, вставши на ноги, будем молиться.